Второе наше блюдо это будут новогодние пышечки. Чего не скажешь о нас. Да, абсолютно. Мы немножко походили. Да, поэтому можем есть пышечки, да? Спокойно. Давай, меня. Пить. Актер Петя. Поехали. Для того, чтобы приготовить новогодние пышки, нам понадобится стакан кефира, ванилин, корица, два яйца, манная крупа, мука, сахар и сода. Вот такая вот миска нам понадобится для того, чтобы готовить наши пышки, для того, чтобы готовить тесто. Почему новогодние, Ася говорит? Да потому что скоро Новый год. Это точно. Выливаем наш стакан кефира. Как белый снег. Стрелок в бег. Да. Одинокий пе... Вы на лице запели, да? Если любовь, скажи, все миражи, и на восход белый пароход. Оп, героина. Насыпаем две столовые ложки сахара в нашу миску. Друзья, самый главный ингредиент в данном блюде, вот в данных пышках, это манная крупа. Именно благодаря ей тесто получается такое, как бисквит. Друзья, внимание, вот сейчас очень важный момент. Девять ложек муки. Ты смотрела когда-нибудь Дудя? Когда-то меня с Жан Халибом. А, один раз, да? Да. Как ты ее развела? Джан Халиб. А как правильно? Ну правда, ну правда как? Ну а че, ну как, я не знаю, правда, Маш. Джах Калиб. Джах? Джа Калиб. Джа Калиб. Или Джах? Как бы Джах пишется, а говорится Джа Калиб. Джа Калиб? Джа Калиб. Что за имя такое? Так вот. Мы разобрались наконец-то с этим человеком. Да, ты разобралась. Друзья, внимание, сейчас самый момент сложный. Вот прям не забудьте, девять ложек муки. Теперь корица. На глаз. Замешиваем, друзья. Замешиваем. Так у меня венчики замечательные. И замешиваем. Привет, с Новым годом! Приходит Новый год! К нам не можно спокойно ожидать чего угодно. Где его носит, кого седого старика? Все. Рэп на этом закончился. Джан Калиб. Друзья, тесто готово. Может, песочку еще добавить? Что ты его песочек называешь? Сахарный песок. А как? А еще говорят на Украине, тебе борща подсыпать. Не налить, а подсыпать. Знаешь, какое принципиальное... Ну, вот я заметила штуку между южными какими-то историями, да, там, и сибирскими, там. Мы всегда говорим, я тебе, ну, рассказываю про что-то или там, про то, там. А за то, за... Да, да, да. Я тебе за то и говорю. Я тебе за то и говорю. А еще говорят, я за тобой скучаю. Не по тебе, а за тобой. Тем временем, мы подготовили сковородку. Как это красиво. Пахнет вкусно. Мои пушки, это так красиво. Наши пушки, это, это сила. Вот пушки сначала вот такие, а потом вот такие. Друзья, мы испекли вот такие оладушки. Посмотрите на них, пожалуйста. И сейчас я вам расскажу все-таки, почему же они новогодние. Внимание, для этого нам понадобится... Немножечко шампанского. Сметанка. Берем ложку чайную. Выкладываем вот так оладушки. Пахнет просто... Да. Просто бомба. Мы наливаем вот так вот сметанку. Взбитые сливки, это все попса. А мы вот так вот, по-русски. Чувствуете, Новый год? Вот, 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 вот. Давай, перейти. От души. Что, много насыпала? Конечно. Пусть будет ощущение праздника. И сверху еще пару икринок черной икры. Друзья, ну вот, рецепт новогодних пышечек готов. Смотрите, у нас еще остались пышечки без начиночки новогодней. Может быть, кому-то нравится вот просто так вот диетично. Диетично. Сколько сейчас времени? Эти грязные намеки прекратите! Они меня пытаются напомнить. Это просто волшебная еда в сметанке. Хрязь. У меня кормят звезды. Друзья, вот мы с Асей сегодня приготовили два замечательных блюда. Это имбирно-пряничный чай. Прикол этого чая, что ты пьешь вот эту всю жидкость, а потом тебя внизу ожидает вот такой вот прянично-сгущёночный сюрприз. И ты потом снова хочешь пить. Ты потом снова хочешь пиццы. И мы приготовили вот такие вот новогодние пышечки. Очень вкусные. После оливье, мне кажется, зайдут только так. Вы можете это все приготовить сами дома, как вы видели. Это все очень просто, доступно и... Главное дешево. И главное, да, дешево. Кто за пышки, ставьте палец вверх. Кто за чай, ставьте тоже палец вверх. Негатива нам не нужно. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Это была Маша Кольцова. Это была Маша Кольцова, моя Ася Пивоварова. У Аси уже есть Инстаграм. Заходите к ней, подписывайтесь. Ася тоже поет, пишет песни. И иногда кушает. Иногда кушает. И приходит ко мне в гости. И кушает. Кушает кушает. Пока! Чао!